Здравствуйте! Меня зовут Валентина Ифанова. Я готовлю блюда средиземноморской кухни. И сегодня мы с вами приготовим одно из таких блюд – салат Ницца. Для этого салата филе кальмара разрежем на такие полосочки. В принципе, для этого блюда нам половинки кальмара будет достаточно, и это можно пока отложить. Вот и всё. Теперь, пока водичка у нас не закипела, мы можем заняться другим делом. А именно нарезкой помидорчика мы его порежем на филе. Для этого мы мякоть с семечками уберём. Помидорчик наш мы порежем вот на такое филе. Серединку из этого помидора мы удалили для того, чтобы салат был не слишком жидким, как бы водянистым, и чтобы там не было семечек. Здесь у нас закипает бульончик, в котором мы будем варить наши морепродукты. Для вкуса мы вольём немножко сока лимона, посолим и добавим белого сухого вина. Белое вино даст немножко вкус, приятную кислинку, и в этом присутствии кислоты кальмар не будет жёстким. Если там не совсем всё закипело, мы можем дальше взять и порезать сельдерейчик. И тоненько его соломочкой нарежем. И в такой последовательности мы заложим морепродукты. Вначале положим креветочку, так как время варки её более продолжительное, нежели остальных продуктов. И так как морепродукты не нужно варить при очень сильном кипении, я немножко ещё уберу огонь, чтобы слегка-слегка было шевеление водички. Пока у нас там креветочка варится, мы возьмём шалотик, луковичка шалота. Теперь подошло время заложить нашего морского гребешка. Бульончик. А кальмарчик мы положим самым последним. В кальмара, в принципе, долго варить не нужно. Уже достаточно того, что он стал просто матовый, непрозрачный, а матовый. И он уже готов, его можно кушать. Затем мы ещё возьмём рубленную зелень петрушечки. Я её просто предварительно порубила, чтобы не тратить на это много времени. Пока у нас дальше всё варится, мы подготовим следующий компонент салата. Вот это листик, как я говорила, салата айсберга. Сделаем как бы такую чашечку. Салат заправлять мы будем оливковым маслом. Немножко добавим капельку масла, чтобы держалась наша чашечка. Вот так вот. Теперь там практически гребешок готов. Мы можем заложить кальмарчика. Креветка тоже готова уже в той стадии, когда она не прозрачное мясо креветки, а матовое. То есть креветочку мы вот уже потихоньку вынимаем. Теперь мы возьмём нашего гребешка. Так как я сказала, салат будет тёплым, мы не будем ожидать, пока он остынет. Мы просто его ещё немножко потоньше разрежем. Ну вот, наш салат готов. И теперь мы можем из нашей вот этой большой салатницы, в которой готовили, поместить в нашу вот такую вот съедобную салатницу, которая может служить как бы гарниром ещё к нашему салату. Она тоже, её можно скушать. Это нормальный лист салата. Это не просто декор. Итак, мы с вами приготовили салатница. Приятного аппетита! Приятного аппетита!